друзья всем привет и в этом видео я хотел бы вам показать рассказать как проходит покупка автомобиля в израиле и в частности на моем примере в израиле уже полгода уже есть автомобиль купил я его вот такой типа такой площадке в центре в центре страны это город решен лицион именно в центре страны сосредоточенные такие площадки если можно если можете посмотреть здесь машин 2030 но все они эти площадки между собой связаны и в компьютере этих машин в десятки раз больше и есть кое-какой выбор и в этом видео хотела в частности показать про покупку своей машины как и взял на каких условиях с какими какими нюансами а также в основном что хотелось бы рассказать по этому поводу что есть покупка как и с рук и так можно как здесь сказать перекупы или просто площадка продажи автомобилей здесь мы можем наблюдать если так можно сказать более старых автомобилей если это 50 12 13 года в центре же почему-то площадок 10 я обходил нам там чисто такие 17 16 года он то есть пять шесть лет машины когда заканчивается у них дилерская гарантия тогда их спихают на такие площадки и берут себе более новые и за эти пять шесть лет люди успевают накатать примерно 100 тысяч 150 даже и это довольно таки много если сравнить с украиной там там люди по 10 тысяч 10 12 13 здесь 20 тысяч вот это нормально есть есть много всяких нюансов допустим вот пришли на первую попавшуюся площадку стоит ford mondeo и ford focus одинакового года и в чем прикол эти машины будут одинаково в цене это очень здесь странно странно очень тяжело объяснить почему так но есть какие-то нюансы я не буду углубляться также есть сразу увидел первый момент вот у фокуса где-то 12 13 года есть отверстие под газ здесь очень минимально минимально машин которые есть газом которые идут завода чисто видно что здесь установили газ не популярная здесь эта процедура большинство машин это такие малолитражки зажигалки от одного литра до двух литров 22 23 бензин очень популярны вот такие маленькие машинки как этот nissan микро дальше мы там видим дайхатсу sirion и сразу если перескочить популярны пятиместные ой семиместные автомобили как допустим вот это серенькая mazda mazda 5 и там дальше мы видим citroen все эти машины десятого восьмого десятого двенадцатого тринадцатого года и на этих площадках конечно же как и везде на площадках завышена цена но есть гибкость как вы договоритесь с продавцом хорошо вам могут уступить если это будет же за наличку тогда вам конкретно могут уход от некоторых налогов и на на этом можно можно сыграть но забегая наперед если у вас есть наличка это лучше сделать с какими-то какими-то уже людьми которые продают продают на сайтах и здесь один популярный сайт по продаже всего там от салфеток какие-то бумаги до автомобилей это я чинья что переводится как вторая рука и продают все что хочет продают и там сосредоточено очень много автомобилей и есть также и перекупы и есть люди люди которые продают с рук и за наличку или как с человеком договорился забирая опять же наперед можно сказать что если вот допустим возьмем юндай ай-20 он здесь будет стоить допустим 25000 шекелей что в переводе где-то 8000 долларов может чуть больше у человека вы можете его легко за 20 за наличку за наличку взять а и в чем прикол здесь у всех машин ты подходишь тебе надо идти к этому человеку продавцу и спрашивать а какого года чего нового допустим лежит там какая-то бумажечка пишут какая рука это то есть какой владелец здесь это очень важно вот и пробег даже не пишут ни бензин это не дизель очень такое специфическое продажа больше больше играют с людьми на то здесь очень мало людей разбирается в целом как машины и я как приехала я думал что для них это точно как следствие движения какие-то моменты но как оказалось здесь большинство израильтян вообще не понимают что такое машина или что такое для них это как табурет где там капот открывается или как нам машина заправляется это для них высшая математика пыльная буря чуть она была пыльно буря чуть пыльные все машины и вот такая вот площадка сразу же за площадкой расположен вот тут белое здание это гараж по ремонту этих же автомобилей здесь можно договориться с этим владельцем какой-то гарантии на двигатель и коробку на другое они не будут давать много таких площадочек есть в центре там где здесь допустим машин 40 30 есть площадке в центре страны там где-то 100 200 вот которые машины я так понял их продали здесь но еще не успели отремонтировать допустим вот здесь это уже считается бмв не знаю это 95 года может какая-то очень раритетной машины и она блин здесь будет стоить вместо полторы тысячи долларов она здесь будет под десятку потому что это как бы уже раритет такой и будет она дорого стоить и вот допустим те машины которые стоят уже дорого стоящий ремонт здесь очень дорого допустим просто поменять масло он будет стоить 100 долларов на такой машине и поэтому если какая-то серьезная поломка они останавливаются эти машины где-то на парковке возле своего дома и вот в таком состоянии уже приезжают перекупы которых есть свой вот пожалуйста свой гараж где сегодня опять шаббат в обычный день здесь просто не протолкнуться куча машин куча ремонтов и вот такие допустим машины здесь это уже не машины это хлам никто здесь не будет браться за ремонт такой машины даже есть новые машины где-то 15 года если какие-то серьезные что-то где-то повело уже уже их не ремонтируют разбираются со страховой компанией и и просто выплачивать им полприс курант у страховой компании выплачивает выплачивать деньги здесь у каждой машины в зависимости от пробега есть приз курант цен допустим если взять вот рено меданка я не знаю 15-го года и с каждым с каждым годом будет цена увеличиваться ой увеличиваться уменьшаться и то есть выше приз куранта вы не сможете ее продать допустим если она стоит 50 тысяч шекелей вы ее уже 55 никак не сможете продать потому что если будет авария и машина как здесь говорят спишется с дороги то вам за нее дадут 50 тысяч и поэтому за ресурант здесь цены не вылазят ну а теперь бы я хотел больше чуть рассказать о этой машине ford focus 13 года какие же машины продают и какие покупают в израиле сперва на первый взгляд все вроде бы как хорошо по лакокрасочному и в принципе неплохо смущают конечно меня ручки эти которые я планирую снять это пластик с алиэкспресс не нравится они мне ну и хотел бы обратить внимание что же какие есть нюансы в израиле почти у всех машин машине это и получается 99 лет и везде по всему кузову по всему кузову вот такие вот приколы если мы возьмем даже вот стоит qashqai который ему три или четыре года все здесь все здесь идентично или возьмем даже вот есть honda тоже вся побитая и это еще не центр израиля где контактная парковка где контактная парковка это норма поэтому вот такие всякие царапины сколы мятины даже облежь и лак это вообще здесь если машине больше десяти лет это все она по-любому из-за сильного солнца да тут больше может претензия к производителю на моем опеле который в украине стоит который 99 года резинки как помните в идеальном состоянии здесь же на пару дверях есть есть вот такой вот вот такие вот приколы ну в принципе проверяли толщиномером вся родная краска но но от этого не легче до фары почти у всех машин через пару лет на солнце покрывается вот такой вот вот такой вот пленкой и это здесь никого абсолютно не парит стекла стекла обязательно все без трещин потому что таковые здесь законы но стекла на этом автомобиле кстати все тоже родные можно сказать можно сказать что повезло много страдают здесь вот эти боковые зеркала потому что таков стиль вождения ну то что по лакокрасочному здесь здесь все понятно что так парктроник одного нету никого здесь в принципе не смущают я конечно постараюсь привести более менее автомобиль в порядок со временем после того как я его купил один раз я его помыл на мойке типа ручной мойки там где дал заплатил людям деньги они мыли это совсем другая история и я хотел бы потом поподробнее вернуться к ней и рассказать как как же здесь моют моют автомобили в израиле это тоже стоит увидеть и я вам постараюсь тоже раскрыть эту тему это очень интересно вот но снаружи уже все понятно что здесь к машинам как относятся внутри же попросил на мойке более-менее пластик не привести привести в порядок то пластик еще более-менее в каком-то нормальном состоянии ну вот здесь царапины стояла стояла оплетка руля такая как если помните на первых моих видео на опеле такая как у автобуса вот такой толщиной я ее здесь снял тут кожаный руль опять же куплю какое-то средство постараюсь его восстановить и и вот таких местах в израиле во всех автомобилях куча куча все время мусора куча пыли не следят абсолютно люди здесь и те кто репатриировались и местные израильтяне и все такой стиль жизни уже такое как бы подчиняются все израильскому менталитету и начинают гадить если так можно сказать салон стояли тут чехлы снял я их под чехлами жесть задние сиденья еще более-менее а вот с передними вообще беда здесь норма курить норма курить в автомобиле кстати вот есть разница эти я подголовники снимал мое средство использовал посмотрите на канале моем отзыв есть разница между подголовником и сиденьем все курят в израиле то что я хотел сказать и вот такие ситуации что там что здесь случаются процентов 80 здесь курят я я кстати не курю и такие нюансы случаются по салону также после моего двадцати трехлетнего opel а где блин сиденья более менее нормальном состоянии здесь же они уже после после девяти лет в таком в таком вот таком печальном состоянии здесь наверное поставлю придется поставить поставить чехлы но из-за из-за вот этих вот нюансов но но на видео опять же попробую что-то сделать с салоном есть коврики видим в каком наверное как завода и дали так они 9 лет и проездили вот протерли здесь дырку кстати пробег оригинальный 169 169 тысяч подтвержденный все с этим нормально повезло мне можно так сказать что еще показать пока покажу багажничек что-то возили не зря купили универсал люди возили все поцарапано ну или опять же не следили все грязное все как положено потолочек тоже не свежий но будем это все исправлять это меня все не пугает это мне интересно и хочу вам это все тоже показать рассказать делать эксперименты вот что мы еще покажем задний ряд вот кстати здесь пластик там где попросил сделать мне пластик спереди более меня сделать тут ничего не сделали но уже едут ко мне и покупаются средства для вот этих всех восстановления поэтому будет куча экспериментов здесь все эти средства не не дешевле но с уровнем здешней жизни доступнее то что я говорил то что это никуда не годится буду восстанавливать такие нюансы опять же больше претензий к производителю как раньше раньше автомобили делали инженеры сейчас же делают маркетологи но еще можно показать подкапотное пространство сейчас в принципе все здесь классно чистенький антихризик все так себе ничего не капает машинка ничего масло не ест все в принципе в месяц она уже в использовании все пока 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 мне нравится можно можно пройтись химией уже я это буду делать тоже вам покажу но вот так вот внутри вообще здесь никто не парится если за внешний вид то за внутренний вид здесь и и никто и пальцем не пошевельнет чтобы это привести в порядок вот такие вот такие автомобили в таком состоянии это еще вам скажу очень неплохое очень неплохое состояние для для данного автомобиля который первый я купил в израиле это очень неплохое состояние но еще хочу вам показать зайду на сайт покажу какие как какие автомобили я рассматривал в ценовой категории напомню этот автомобиль тринадцатого года 1.6 на автомате я купил с пробегом 170 169 тысяч за около 7000 долларов там двадцать с хвостиком тысяч шекелей и напомню взял его совершенно без пока что без денег а можно так сказать волосочку или кредит как это назвать больше кредит вот такое вот такое вот видео парковка нашего дома и можете обратить внимание что почти все белые автомобили опять же это очень интересный факт и я вам его расскажу в следующих видео